здравствуйте идея моего выступления родилась из нескольких факторов я родился и вырос москве как мои родители как папа и мама и дедушка и бабушка тоже все выросли в москве я такой прям коренной москвич так получилось что с со спортом но кроме таких нормальных бытовых занятий спорта меня связывает очень многое я научился плавать на динамо в бассейне который теперь к сожалению пришлось разобрать и построить заново у меня дедушка моя как выяснилось николай иванович выборнов после войны будучи финансистом был одним из руководителей строительства лужников а его брат родной василий он был директор стадиона сталинец не знаю знаете ли кто-нибудь где стадион сталинец теперь находился бы если он еще существовал это в черкизово ну так просто меня сказали спросить вопрос аудитории вот это был мой вопрос я уже семь лет занимаюсь восстановлением стадион динамо который находится в петровском парке и получается что нас такая получилась чуть ли не спортивно-строительная династия в этой связи конечно мне очень важно чтобы стадион когда построился был заполнен и мы очень много смотрим за примерами других стадионов я наверное объездил около 50 или довольно даже больше мировых арена стадионов и однажды попал на арену которая называется midlands это в нью-джерси и там шел какой-то локальный полуфинал колледж команд студенческих фактически команд по американскому футболу на котором было 60 тысяч человек я попал это точно колледжи играют это точно полуфинала не какой-то там суперфинал там огромное да точно это колледжи и примерно так всегда и ходит я подумал ну хорошо это студенты это друзья это родители это друзья друзей но это две-три тысячи кто остальные люди вообще да и вот тогда для меня стало понятно что это просто люди которые приходят в этом районе болеть за своих то ли за своих студентов то ли просто за свой район скажем так или за колледж который находится в их тут рождается вот эта тема выступления на и богат комьюнити на и богат комьюнити и хотел бы исследовать на примере нашего проекта конечно же немножко понять почему возглавляя 5 лет международной студенческой баскетбойной лигу качестве президента когда мы устраиваем матчи между мгу там и самыми лучшими институтами мира или российскими университетами у нас приходит от силы 100 человек причем матчи поверьте сопоставимого качества с американской энсеей в зале даже если есть тысячи или две тысячи мест заполняются десятки мест никому абсолютно нет никакого интереса что их родная команда играет на этой площадке причем в мгу если вы знаете честно учиться наверно тысячи студентов там 20-30 тысяч студентов когда я учил сумму было 25 тысяч от наверно уже два раза больше или в 3 соответственно мы стали думать над этой темой и разрабатывать как бы систему чтобы болели у нас о своих все-таки лучше надо сказать что болеет не только не болеют не только за конечно студенческие команды если посмотреть посещаемость хоккейной лиги это 6000 человек вместо 15 залов зал на 15 половина приходит футбол еще хуже пример лига 68 12 тысяч человек только большие матчи собирают полный зал я выступаю на урбанистических форумах стал задаваться целью как перевести собственно и выход комьюнити на русский язык и мы так и не нашли ничего подходящего кроме как слышали часто период микрорайон но это абсолютно не микрорайон то есть у тебя конечно есть на выход где-то живешь но абсолютно нет комьюнити и и вот наверное это и основная проблема что в какой-то определенный момент времени стало случаться так что проваливаться стал комьюнити филинг мы у меня есть какая-то указка с которой я могу работать да надо сказать что в советские времена и наверное все-таки к советскому периоду вынужден буду вернуться существовал определенный такой локальный нейбоход филинг я сделал несколько фотографий стали старых газет когда бабушки во дворе прекрасно знали каждого ребенка из каждого подъезда могли ему сказать куда идти там что забыл сделать уроки и так далее когда конечно же информация распространялась очень быстро это знаете как беременная зачиха который кормит буквально всех зайчат который не встречается так и у нас во дворе фактически было очень комфортно где мужички играли в домино тоже все как-то было по-человечески да ну еще можно сравнить наверное этот опыт с коммунальной квартирой да когда за счет того что была одна кухня и санузел и было пять или десять семей там которые я сам очень то первое место жительства был на петровском бульваре там было пять семей очень много народа создалась такой но может быть искусственный комьюнити филинг я бы наверное описательно перевел вот это слово кстати как сообщество людей которые обладают не только единым местом жительства или районом но и желанием жить одним стилем имея общие ценности и наверное все таки несколько сопоставимым материальному достатку хотя это совершенно необязательный фактор во время перестройки но мы все это помним те кто родился в москве и не только в крупных городах естественно произошли изменения часть квартир была приватизирована они стали покупаться кто-то остался в старых квартирах и произошел такой сильный сильное смешение всех социально-кастовых слоев и мы фактически потеряли вот это вот унаследованную когда советским обществом уравниловку с другой стороны вот это все изменение социально-кастовой среды они привели к тому что даже я коренной москвич в определенный момент времени почувствовал что я не имею четкого ощущения дома это конечно связано с тем что прописку отменили стала происходить интеграция с другими народами этнически произошли изменения в москве стали районы появляться такие смешанные что в общем то естественные процессы любого города но мне кажется именно в этот момент мы перестали болеть за своих мы перестали выпускать детей играть во двор сейчас же не услышишь с балкона крика там сереже иди ужинать там там нету таких криков у нас дети ходят встречаться в основном и играть в торговый центр где им стало комфортнее мы не знаем с кем рядом мы живем мы не знаем своих соседей а ведь раньше я уверен культура боления за своих было и это уже не связано чисто советским периодом это связано просто с тем что люди стремились поддерживать своих я сделал тоже несколько слайдов а начиная с детских болений за заканчивая просто веселыми лицами и совершенно точно я понимаю что наш народ и что мы с вами очень любим свои команды мы точно совершенно поддерживаем своих вот это кстати фотография единственная наверное брендовых фотографиям не сказать что нельзя использовать бренд собственного проекта но это историческая фотография она зачетная вот дело в том что во время даже прохождения матча футбольного и так как нечего было смотреть это фотографии где-то 50-е годы около стадиона скапливалась масса людей которые просто слушала синявского потому что были такие громкоговорители и соответственно я подхожу к теме своего выступления какой ключ к тому чтобы вернуть нам желание болеть за своих я думаю что самым простым не долгосрочным а краткосрочным способом сделать это возможным это спорт спорт он как-то быстро очень объединяет людей поэтому думаю что строительство крупных кластеров которые включают спортивную составляющую или же большого спорта или детскую академию или детские спортшколы они волей-неволей заставят людей объединяться ходить друг другу в секции смотреть как кто выступает и так далее и такие примеры есть я подготовил несколько примеров один из них это мой любимый это у 2 арена это второй вопрос к аудитории здесь проходит 220 мероприятий в год сколько у них домашних команд ну там хоккейных баскетбольных любых кто-нибудь wild guess 0 у них нет ни одной домашней команды у них все время приезжающие команды и вот этот комплекс получился на месте помните когда была еще администрация маргарита чердак лэнс из бастовки докеров вот эта вся тяжелая тема очень плохого нейбо худо не побоюсь этого слова который превратился в такой абсолютно потрясающий анклав мероприятий где просто приезжай туда на целый день рестораны кино музеи и кроме спорта конечно вот второй мой любимый пример это стейпл центр это вообще был самый тяжелый район лос-анджелеса куда нельзя было зайти после 7 вечера где создался очень интересный такой ансамбль из большого спорта из nokia центр где проводится грэмми если вы знаете и вокруг вот отеля кондоминиума и так далее здесь три домашней команды с расскажу это лейкерс клиперс и кингс но тем не менее совершенно из другой области пример вот эти вот вытянутые два сооружения это челси пирс это тоже доки почему-то доки самые такие плохие района в определенное время стали нью-йорке где сделали спортивные что ли ангары из самых разнообразных видов спорта куда по онлайн можно записаться мне в 43 года я люблю гандбол у меня когда-то был колледж экспириенс и у меня есть время 4 до 6 вечера он присылается email ваша лига б вы приходите среда и пятница играть с такими же как вы его так по любому виду спорта есть там где-то 20-30 видов спорта приходит вплоть до гольф рэнджи даже есть вот это тоже очень приятный пример ну конечно не могу обойти нашу соотече на который сделал все таки бруклин совершенно другим бруклином построив в этом месте барклайс арену довольно однозначно афроамериканское население бруклина ассимилировалась немедленно ради боления за свою команду с другими этническими жителями бруклина я лично был на нескольких матчах конечно там очень такая приятная приятный микс людей которые в тяжелом очень районе нью-йорка но теперь вот болезнь за своих вот я думаю что надо примерно то же самое сделать у нас но последнюю картинку покажу сначала вот это я забыл про ее существование мне подсказали и вставить не выпускал ставить собственно мой сын это не поверите это чемпионат мира по киберспорту это вообще очень интересная среда который можно рассказывать когда люди в основном не выходящие из дома которые ну сами понимаете всю ночь заняты и не могут оторваться от компьютера они выходят по 60 тысяч человек на стадион начинают общаться причем и меня удивил что покупательная способность очень серьезно этих людей там билет стоит около 60 долларов на такое мероприятие они смотрят как две команды играют в кибер игру в данном случае этого по-моему называется war of legends вот где это снимался то в китае было вот такие проходят у нас уже вот недавно они весь арену зил всю заняли и к нам просятся так вот я думаю что мы собственно говоря это не на рекламных правах просто пытаемся сделать примерно то же самое мы пытаемся дать людям которые будут жить в петровском парке возможность водить своих детей в секцию заниматься спортом ходить в рестораны приятно кушать смотреть спорт высших достижений надеюсь у нас будет три домашние команды вот ну и кроме всего прочего я думаю что это какой степени важно не просто чтобы они болели за свой район там за динамо за там свою команду за детишек в секции ну и чтобы все-таки социальные социальные устройства московского общества в новых обстоятельствах было бы более устойчивое что по сути и обеспечивает наверное устойчиво все-таки государство и спокойствие в этом смысле я думаю вот для девелоперов а я именно девелопером себя считаю очень важно становится такая социальная ответственность за то что ты строишь и что в итоге остается после тебя я думаю в данном случае например очень плохой спасибо за внимание